Здравствуйте, мои дорогие светлячки! С вами Ирина Гостева. И сегодня мы с вами обсуждаем архиважную тему – гнев. Этого вопроса касается абсолютно каждый, ведь по-настоящему управлять этой эмоцией мало кто умеет. Это тема табуированного общества, ее запрещают. Гнев не принято выражать, и поэтому давайте сегодня разберемся, что это такое, для чего нужна эта эмоция, как научиться управлять гневом и какие последствия она приносит человеку, если она чрезмерно проявлена или недостаточно проявлена. Если мы обратимся к природе эмоций, то эмоции – это, по сути, энергия, которая выделяется в теле или поступает извне, направленная на то, чтобы регулировать контакт со средой, с внешней действительностью. И, смотря на эмоцию гнева, мы упираемся во что? В базовую эмоцию злости. По сути, такие эмоции, как гнев, агрессия, недовольство, раздражение, ярость, упираются в злость. То есть это все производные злости. Также злость, смешанная с другими какими-то сложными чувствами, может выдавать обиду. Например, обида – это злость плюс нереализованная потребность. Или ревность. Ревность – это злость плюс чувство собственничества. Или, например, гордыня. Гордыня – это злость плюс отвращение. А концентрированная злость – это ненависть. То есть все это упирается в злость. У нее очень много разных лиц. Вообще, эта эмоция не такая же плохая, как многие думают. И я вам сегодня обязательно это докажу. Итак, для чего нам нужна злость? Для чего нам нужен гнев? Злость имеет сигнальную функцию. Она показывает нам, что где-то нарушены наши границы, либо не удовлетворены наши потребности. Если мы будем разбирать самые разные ситуации, мы так или иначе упремся вот в два этих аспекта. Либо нарушаются ваши границы, например, кто-то называет вас редиской, дурой, плохим каким-то словом. Это нарушение ваших границ. Кто-то вас толкнул на улице или каким-то образом вас притеснил. Это нарушение ваших границ. Другой вопрос, что люди зачастую не понимают свои границы. Эта тема сейчас, несмотря на то, что она активно обсуждается, мало кто по-настоящему действительно знает свои границы, умеет их защищать. И, к сожалению, многие из нас не умеют правильно проявлять злость, не умеют экологично ее проявлять. И от этого возникает огромное количество проблем. Также хотелось бы сказать, что очень много иллюзий по поводу злости. Ко мне часто обращаются клиенты, которые говорят, я хочу проработать злость, чтобы ее никогда не испытывать. И здесь мне приходится объяснять, что злость, как мы уже сказали, это базовая эмоция. И мы не можем ее проработать так, чтобы вы никогда больше до конца своих дней не злились. Это невозможно. Вот здесь очень важно понимать, что вы будете испытывать эту злость. Тут вопрос в том, как вы ее проводите, как вы ее демонстрируете окружающему миру. Ведь испытывать злость можно по-разному. И абсолютно неправильно ее подавлять. Вот многие учат, многие неправильно понимают, особенно из-за религиозных контекстов, когда говорят, злость – это плохо, злость – это грех. Злой человек – это ужасный человек. Стороните злых людей, опасайте злых людей. Все осуждают этих злых, несчастных людей. И от этого что они начинают делать? Они начинают эту самую пресловутую злость подавлять. Они учатся ее не замечать. И если мы посмотрим, откуда это идет, это идет из воспитания, это идет из детства, когда родители очень грубо пресекают проявление злости, проявление любого рода недовольства, любого рода бунта, особенно очень коварно, когда подростку не дают этот самый бунт пройти, то есть его ломают, его подавляют. И в итоге что? Мы получаем удобных детей, а удобные дети – это неуверенные в себе дети, это неуспешные уже взрослые, это взрослые, которые не могут реализоваться, это взрослые, которых постоянно обижают, потому что они не умеют дать отпор, так как их, собственно, злость заблокирована. И блокировка злости, на самом деле, имеет огромное количество последствий, и я сейчас о них вам расскажу. Самое первое, с чем сталкивается человек, когда его злость блокируется, это отсутствие энергии. У него тут же пропадает энергия, он тут же чувствует себя пустошенным, он испытывает апатию. Почему? Потому что подавленная злость удерживается огромным количеством жизненной энергии, вы буквально в смысле ее теряете. Ведь злость – это очень сильная энергия, вообще я называю топливом для ракеты, потому что она очень мощная. И чтобы ее удерживать, на это человек тратит огромное количество своих собственных жизненных сил, это невыгодно ему. Проще ее провести, то есть прочувствовать, выразить, вот в какой форме мы дальше обсудим, нежели ее подавлять, потому что тем самым вы просто на ветер спускаете все свои жизненные ресурсы. Это неэффективно. Второй момент. При подавлении злости человек может с чем столкнуться? У него могут возникать депрессивные настроения. Но это в том случае, когда злость подавляется уже достаточно долго, и большой такой энергетический заряд внутри вас присутствует, и практически вся жизненная энергия туда уходит, и психике мозгу ничего не остается, как понизить вам настроение, отключить ваши физические параметры, и человек погружается куда? В депрессию. Не все депрессии, конечно, это подавленная злость, есть и клинические депрессии, которые выражаются в других аспектах, но тем не менее, одна из самых распространенных причин депрессии является как раз-таки подавленная злость, и для того, чтобы выйти до самой депрессии, нужно как раз-таки к этой злости прийти, нащупать ее, туда нырнуть и уже с ней непосредственно работать. И вот как только человек освобождается от этого большого сгустка энергии, от этого заряда, то он тут же чувствует, как у него появляются силы, меняется его настроение, и ему по-настоящему действительно хочется жить. Я сама с этим лично сталкивалась, и на тот момент, когда я впервые экспериментальным путем до этого докопалась, я тогда еще не обладала знаниями психологического характера, может быть, даже анатомического характера, как мозг работает, нейрофизиологического, я чисто интуитивно до этого дошла, и я тогда очень удивилась, думаю, ну надо же, как интересно, я всего лишь поработала со злостью, но при этом вдруг у меня появилась энергия, и в этот момент возник когнитивный диссонанс, что это не так, нам запрещают эту эмоцию испытывать, а тут я ее испытала, и мне стало очень хорошо, что-то не то, да, и вот от этого начались мои собственные исследования, потом, когда я уже обратилась к конкретным знаниям по психологии, по нейрофизиологии, я убедилась в том, что мои исследования и мои выводы оказались вполне реалистичными, сейчас они упираются уже на конкретную научную базу, но на тот момент я дошла до этого самостоятельно. Далее, с какими последствиями еще сталкивается человек, который подавляет злость? Ну это в первую очередь аффект, когда человек очень долго держит злость, то его начинают триггерить от самых разных мелочей, причем даже порой достаточно не к самому источнику этой самой злости обратиться, а какая-то даже самая малейшая мелочь, которая может вас разозлить, ну допустим, если бы она у вас была проработана, вы бы разозлились настолько, но так как у вас этот большой накопленный пузырь злости, даже можно так выразиться, то вам достаточно совсем чуть-чуть, чтобы этот пузырь лавинообразно начал подниматься, и теряя над ним контроль, человек может разораться, раскричаться, зайти в истерику, уйти в самый настоящий аффект. Аффект, когда человек уже себя не может контролировать. Как говорится, контролер нервно курит в сторонке, и ничего с этим поделать не может. Вы просто не сможете себя сдержать. Поэтому копить гнев, друзья, копить злость невыгодно еще потому, что в любой момент вас может триггернуть. То есть триггер это спусковой крючок, когда какая-то малейшая ситуация может вас вывести из себя. Самое интересное, что окружающие этого никогда не поймут. Они не поймут, что у вас неправильно воспитание, или у вас есть какие-то проблемы, комплексы, и вам по-хорошему бы надо поработать со специалистом. Но вы тем самым просто можете испортить отношения. Вы можете навредить своему сотрудничеству, например, многолетне выстраиваемому. И здесь может быть много последствий. В конце концов, можно совершить правоправные действия. И расплата за них уже будет более серьезная. Поэтому копить гнев, сдерживать его, постоянно его подавлять, это неправильно, мои хорошие. Поэтому здесь очень важно, когда мы производим работу, в первую очередь нужно снимать этот самый запрет. Снимать это самое табу. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Друзья, небольшая вставочка. Напоминаю вам, что сейчас у меня проводится распродажа моих курсов. Их можно приобрести для самостоятельного обучения сразу же, и начать их изучать. Там огромное количество самых разных практик. И это, наверное, одна из последних возможностей, поскольку в дальнейшем, скорее всего, эти курсы в том виде, в котором они есть сейчас, уже продаваться не будут. Поэтому успейте их приобрести, так сказать, заскочить в последний вагон, потому что все меняется. Вся информация будет в ссылочке под этим видео и в закрепленном комментарии. По всем вопросам, как всегда, обращайтесь к моему помощнику Светозару. Дальше. Какие еще последствия? Это могут быть соматические нарушения. Все мы прекрасно знаем, что гнев бьет прежде всего по печени, желчному пузырю. Многие источники древних писаний утверждают, что гнев зарождается в печени. Но на самом деле, когда я провожу сеансы, и я много проводила экспериментов, в том числе и с детьми, я спрашивала, где вы чувствуете гнев, где у вас гнев. Вот в расслабленном, трансовом состоянии, все всегда указывали на живот. Детишки всегда говорят, животик, животик, где вы чувствуете злость, где живет ваша злость? Все говорят, злость моя живет в животике. Но в животике, прямо вот посерединке, всяко она живет. Но тем не менее, когда мы подавляем гнев, она у нас что делает? Она блокирует у нас печень. Что это значит? То есть желчный пузырь, это мышечный мешок. В момент, когда вы подавляете гнев, он что делает? Спазмируется, он становится вот таким вот жестким, сжатым. И, естественно, первое, что происходит, застой желчи. И у таких людей чаще всего образуются камни, либо у них различного рода дискинезия, то есть протоки тоже спазмированы, сжатые, они не пульсируют, нет перистальтики, они не продвигают эту самую желчь. И, соответственно, что мы получаем? Мы получаем соматические нарушения и соматические заболевания. На самом деле, это не только проблемы с печенью, привела просто в какой-то некий частный случай. Проблемы может быть сколько угодно, вплоть до онкологии, если это уже прям патологическая блокировка злости. И часто вот при работе на сеансах, когда мы упираемся в злость, она может где угодно, она может быть в руках. Потому что, для чего нам дана злость? Злость дана для того, чтобы себя защитить. Это потребность безопасности. Злость помогает нам себя отстоять. Злость помогает выжить. Это эволюционно созданная энергия. Это не просто какая-то ошибка Бога, о чем нам очень часто рассказывают. Делают выводы многие люди, что злость – это плохо. Ни в коем случае нельзя злиться. Никогда не злиться. Это не так, друзья мои. Потому что злость очень важна и нужна в ней. Огромное количество энергии просто нужно правильно направлять. Так вот, где она может собираться внутри нашего тела? То есть в руках, она может в ногах. То есть мы должны бежать, куда-то, например. И выделяется конкретная энергия. Кстати, если мы будем касаться биохимии, то глормоны злости у нас, норадреналин, это чтение сердцебиения, это замедление работы ЖКТ, потому что в этот момент он нам не нужен, и выделение огромного количества энергии в мышце, для того, чтобы что-то производить. Бей, либо беги, либо куда-то ее направляй, на какие-то конкретные действия. И если эта энергия не расходуется, что она застревает в мышцах в виде спазма. Поэтому в руках, в ногах, в грудной клетке, в животе, в печени, даже в голове, например, у нас есть отдел мозга амигдала, элемент делевидное тело. Этот отдел непосредственно участвует за такие эмоции, как страх и злость. Страх и злость, они тоже производные. Сначала выделяется страх, и потом выделяется злость. Сначала мы боимся, мы понимаем, что что-то угрожает нашей безопасности. И потом это переходит в злость для того, чтобы эту безопасность себе обеспечить, то есть защитить себя, либо кого-то другого, своих близких, например. То есть процесс эволюционно оправдан, абсолютно оправдан. Но другой вопрос, что люди не умеют правильно пользоваться этой функцией. И задача как раз-таки состоит в том, чтобы научить человек это правильно использовать. Также, если мы смотрим метафизические процессы, то есть как изображает злость подсознания. Потому что когда я работаю на сеансах, ввожу человека в трансовое состояние, в измененное состояние сознания, то здесь вступает в силу подсознание, мы конкретно с ним уже взаимодействуем. И оно показывает в метафорическом ключе, немножко в аллегорическом виде. То есть это символы, образ символов, их нужно уметь расшифровывать. И здесь злость демонстрируется у нас в каком виде? Это какие-то черные сгустки. Человек конкретно их видит, что у меня в грудной клетке, какая-то непонятная субстанция черного цвета. Или у меня в голове какой-то сжатый шарик черный. Или я вижу, например, какого-то злого монстра. Или злой черт. Или паук. Или какая-то медуза. Или злой волк. То есть все, что связано с этой эмоцией, может изображаться вот в таком виде. Да, могут быть и другие образы. Это все индивидуально. У каждого человека будет какая-то своя картинка. Но тем не менее, подсознание это изображает так. И очень часто, вот когда, например, эзотерики говорят, у тебя в поле очень много темной энергии. Это как раз таки, вот в 90, наверное, процентов в случаях это будет про злость. Про злость и про ее производные. Агрессия, ярость, обида, ревность и так далее. Практически все откручивается от злости. Это нужно понимать. И сейчас я вам это подробно объясняю. То есть когда вам говорят, у вас темная энергия, значит вам просто нужно все эти эмоции почистить. Вы очень много в себе сдержали. Вы это не отреагировали. С вами что-то происходило. И вы не дали волю этим эмоциям. Соответственно, они у вас все собрались в теле. Дальше. Какие еще могут быть последствия? Птихосоматика. Птихосоматика, это самое частое, ко мне очень часто обращаются с этими вопросами. Потому что самые разные тоже проявления. То есть более неизвестные теологии. Что-то болит. Вот чаще всего, да у меня болит грудная клетка. Или там многие говорят, у меня болит сердце. Они делают кардиограмму, им она ничего не показывает. Врачи разводят руками, не понимая, что это за боль. Боль неизвестные теологии. Начинают там уже непонятно, что лечить. Бесконечные вот эти обследования. А суть в простом, что человек не отреагировал эту эмоцию. У него начинает болеть, у него начинает зудеть, у него начинает что-то там вибрировать. В особо тяжелых случаях это уже начинает перемещаться по телу. Бывает также ощущение, что что-то прилипло. На лице, на макушке. Часто ко мне тоже с таким приходом у меня что-то прилипло на макушке. Или у меня что-то на спине. Вот мне прям хочется это отодрать. Такое тоже рассказывают, что вот со стороны спины, между лопатками особо. Что там? Там у нас подсознательный план, да, то, что мы наиболее вытесняем оно у нас со стороны спины. Кто-то ощущает ноги тяжелые, такие как налитые свинцом, как будто. И кто-то ощущает, как кандалы, вот зажатые руки, ноги. Также, кстати, обращайте внимание, очень часто те, кто подавляет злость, у них вот руки сжаты в кулаки. У меня есть это в разборах. Посмотрите мои разборы. Там часто люди, кто подавляет злость, они вот, либо вот челюсть у них очень сильно зажата, либо у них кулаки сжаты. Удавка на шее. Это тоже у нас про злость. То есть, когда человек чувствует, что у него шея вот прям сдавлена, то есть уже подступает. Вот есть уже желание четко кому-то высказать, какие-то претензии, свое недовольство показать. Конкретно скажет, что мне вот это, вот это не нравится, не надо нарушать мои границы или начать как-то конкурировать. Конкуренция – это тоже нормально, если человек, опять же, грамотно, правильно конкурирует, здоровая конкуренция должна быть. Но вот человек себе не позволяет, потому что он считает это грехом, это плохо, это отвратительно, меня все вокруг осудят за это, меня никто не будет любить. И, соответственно, мы получаем такие проявления. Он это не говорит, он это не делает, и у него просто блокируется практически полностью все тело. И я с этим постоянно сталкиваюсь. Более того, вот я вам честно скажу, это самая частая ситуация, когда ко мне люди приходят с одними и теми же проблемами, и мы докапываемся практически всегда до злости. Более того, есть и другие проблемы, другие ситуации, которые, опять же, завязаны на этой. И пока мы не докопаемся до злости, а человек очень часто бывает отрицает, у него срабатывает психозащита, и он, нет, у меня нет, нет, я не злюсь. А я вижу, что человек злится. По всем признакам я это вижу. Иногда чувствую, если я настраиваюсь на человека в процессе сеанса, если он совсем где-то вот застревает, мне приходится ему помогать, я на него настраиваюсь, и я уже просканировала, я уже вижу, что у человека злость, но он до последнего отрицает. И вот когда уже прям подводишь, человека мягко туда погружаешь, и он такой, да, я злюсь. И вот он говорит, да. И вот как только мы туда входим, все, работа идет уже быстрее, более плодотворно, и мы начинаем вот все дальнейшие какие-то ситуации шелкать как орешки. Поэтому да, злость это такой очень важный аспект для человека, и в работе тоже в своей очень часто, когда я работаю с людьми, я на это обращаю очень большое внимание. Потому что очень много ситуаций, и мне приходилось придумать очень много дополнительных методик, чтобы человек наконец-таки увидел и разглядел свою злость, да, чтобы мы сняли этот запрет, мы сняли этот табу, мы поняли, что злость это не ужасно, это не грех, ты не совершил ничего преступного, ты просто это чувствуешь в этот момент. И на это иногда приходится даже пару нескольких сеансов, но это в особых таких критичных случаях, так, конечно, большая часть людей это с первого раза делает, но и все-таки такие ситуации тоже бывают. К чему у нас еще приводит подавленная злость? Это ситуация самонаказания. Но это в тех случаях, если у человека есть чувство вины, вот он где-то позлился, потом у него наступает чувство вины, и, кстати, здесь очень часто бывает замкнутый круг, то есть человек подавляет злость, потом она у него вырывается, после чего он чувствует вину, в какой-то момент он опять начинает ее сдерживать, 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 копить, ровно до следующего приступа агрессии, когда у него в состоянии аффекта это выплескивается, и так раз за разом. Злость, вина, подавление, злость, вина, подавление, и вот получается вот такая негативная привычка, которая его же самого и разрушает. В этой ситуации очень часто бывает самонаказание, когда человек начинает травмироваться, когда он начинает обо что-то ударяться, когда он привлекает, прям притягивает в буквальном смысле свою жизнь ситуации, проблем, различных каких-то негативов, когда на него кто-то срывается, такое тоже может быть, и он это оправдывает кармой очень часто. И самое интересное, что я всегда говорю, что если у вас проработано чувство вины, если вы его в этот момент не испытываете, если вы понимаете, да, вот я разозлился, это нормально, это нормально, такое бывает, вы понимаете этот механизм, вы начинаете дальше с этим что-то делать, то в этой ситуации никакой кармы, никакого самонаказания не возникает. Вот такой вот интересный момент, подумайте об этом. Также блокировка злости, что создает трусость, страх, такие люди могут быть очень подлыми. Я когда вижу подлого человека или мстительного человека, я сразу же понимаю, у него заблокирована злость, он не может ее открыто, честно проявлять, как есть, да, и его злость начинает выходить обходными путями, через подлость, через какую-то гадость, которую человек делает, через мстительность, то есть он не может подойти напрямую, отстоять свои границы, сказать честно, как есть, и вот начинается вот эта пассивная агрессия, тоже туда же. То есть пассивная агрессия, например, что такое? Когда человек начинает стебаться, какой-то очень злой юмор, когда человек начинает подкалывать, наверняка у вас есть такие друзья, которые вот подколками что-то вот подстебали, подсмеялись, упреки, это все туда же тоже. Это все про пассивную агрессию. Тоже подмечается, это говорит о том, что человек не может ее напрямую выразить, сказать, как есть сразу же в лицо, и вот он начинает вот такими обходными путями. Также самое важное, вот, например, меня это очень простимулировало, когда человек не проявляет свою злость, то он блокирует полностью свою активность, потому что злость это большое количество энергии, и она направлена прежде всего в действие. Наша целеустремленность равно тоже злость, та же самая абсолютная энергия, и если вы действительно с ней в контакте, со своей злостью, вы можете ее сублимировать, то есть переводить в конкретную цель, в действие, у вас появляются силы сделать то, что вы, например, очень давно откладывали, или то, что для вас актуально, и вы тоже вот раньше отмахивались, отмахивались, оно у вас уже приперло, ну надо сделать, да, или какую-то цель, какую-то мечту реализовать, вот здесь вот, как ни странно, но злость очень необходима. Нужно просто разозлиться на свою лень, перевести эту злость не на дядю, да, которого вы увидели, богатого человека, он вас выбесил просто, а, все ему достается, и вот эту злость нужно не выплескивать ее туда, да, на то, чтобы кого-то осуждать, на то, чтобы там пожаловаться кому-то и сказать, какой вот он плохой, это вот сосед богатый, а нужно вот эту злость, как ценнейший ресурс, направить, даже в какой-то степени, может быть, на себя, чтобы разозлиться на свою собственную лень, инертность, несостоятельность, и разорвать, наконец, этот порочный, круг и сделать, и начать с чего-то добиваться, вот здесь злость, это просто ценнейший ресурс, которым нужно пользоваться, друзья, ни в коем случае не игнорировать, это очень важно, здесь просто нужно наладить этот механизм, более того, я вам хочу сказать, я очень многие начинания как раз таки довожу до момента, вот я даже немножко подкапливаю, подкапливаю, вот прям, когда нужно разозлиться, и все, топливо для ракеты, все, понеслась ракета, запущен процесс, и я уже на этом топливе можно прям, вот так сказать, хорошенько продвинуться вперед, я часто этим пользуюсь, почему бы и нет, я ее направляю не на деструктив, не на разрушение, а наоборот, на созидание, то есть на разрушение своей лени, на разрушение своих каких-то ограничивающих убеждений, своей инертности, пассивности, вот это нужно разрушать, по-хорошему, а не на то, чтобы ее в критику в какую-то направить, просто вы этот ресурс потеряете, ценнейший, при том, что ресурс, и это очень важно, ну и самое опасное, с чем можно столкнуться в случае подавления злости, но это уже патологическая форма, это, конечно, не со всеми происходит, это когда есть уже определенные нарушения, детерминаты, это психиатрические расстройства, при исследовании шизофрении и других психиатрических нарушений очень часто вижу, что человек действительно не умеет испытывать злость, он либо ее в крайней форме проявляет, когда у него начинается психоз, что такое психоз, это уже принудительный выплеск этой энергии, принудительный выплеск этих эмоций, когда человек видит галлюцинации, или слышит их, к примеру, или чувствует их, и ему ничего не остается, как разозлиться, да, он начинает злиться на эти самые галлюцинации, но хоть как-то нужно организму и психике эту энергию слить, то есть его хоть как-то нужно разозлить, ну и опять же корявый способ тоже испытывать злость, это когда человек ее на кого-то, да, вот то, что я проговорила, сливает, то есть смотрит, например, видео какой-то блогер или какой-то политикой, начинает на него эмоционировать, сливает туда злость, да, ему легче становится, это вот, можно сказать, такой корявый способ психотерапии, но конструктива от этого, конечно, не будет, потому что он не поймет источник ее, он не изменит свою жизнь, злость очень часто нам дана для того, чтобы что-то изменить, когда наши потребности не удовлетворены, и здесь такой посыл, сигнал идет от нашего мозга, от нашей психики, что измени, тебе нужно что-то изменить, и когда вы злитесь, нужно этот вопрос себе в первую очередь задавать, что я сейчас должен изменить, для чего я почувствовала эту энергию, для чего, понимаете, наша энергосистема, наша психика, наш мозг, наш организм, наша душа, это очень мудрейшая система, хотя ошибки, они, конечно, и бывают, но если научиться правильно понимать всю эту систему сложнейшую, то это очень крутая конструкция, и она работает очень выверенно, но зачастую, да, вот основная проблема это разрыв сознания-подсознание, потому что сознание очень часто вообще не сечет, что ему хочет сказать подсознание, для чего оно выделило эту энергию, эту эмоцию, и о чем она сигнализирует, то есть обращайте обязательно на это внимание. Ну и самый важный вопрос, как работать со злостью, что с ней нужно делать, как действительно научиться ей управлять, как управлять своим собственным гневом. Первое, как ни странно, что нужно делать, это снять табу, снять запрет, то есть понять, что это абсолютно базовая, естественная для нас реакция и эмоция, и она не просто так нам дана, да, то, что мы с вами уже обсудили, это первый момент. Второй момент. Мы должны научиться скрывать наши залежи злости, нужно очиститься. Если вы всю жизнь ее подавляли, то есть вы представляете, какое количество внутри вас этих эмоций, и здесь мы сейчас пока не можем направлять это на какую-то конкретную цель, потому что, в первую очередь, нам нужно освободиться, перестать это удерживать. На сеансах непосредственно мы обращаемся к тем ситуациям, где эта злость удерживается, как я их нахожу, это в определенной методике, которая позволяет вспомнить ситуации, где много этой самой злости, где вас обидели, где вас оскорбили как-то, где вас унижали, где нарушались ваши права, грубо взламывались ваши границы. Вот любые ситуации, где много злости, агрессии, обиды, ревности, ну и так далее, всех производных. Соответственно, мы уже работаем с этим. И здесь очень важно как раз таки отреагировать, прожить эту самую злость, не табуировать, не думать, что ой, я в этот момент какой-то плохой. Вот это неправильно. Когда вы это прорабатываете, ну желательно, конечно, специалистам, потому что, скорее всего, вы будете упираться в свои собственные психзащиты, они будут срабатывать, и вам будет там ум нашептывать что-то, что ай-яй-яй-яй-яй, ты сейчас грешишь, а ты сейчас кому-то навредишь в этот момент, а ты сейчас кого-то пробьешь. Много разного ограничителя всплывает, и человек не может соприкоснуться с этой энергией. Он раз, он вроде только-только почувствовал, раз его как обрубило. Часто тоже об этом ребята говорят, то есть я не смог туда нырнуть, я не смог соприкоснуться с этой эмоцией, разрешить себе ее. И здесь нужна помощь специалистов, которых будет уже направлять. Ну, кто-то может сам, можете самостоятельно это сделать. Очень хорошо помогает технике перепросмотра, когда вы перепроживаете заново ситуацию, ну, можно сказать, забираете энергию, ее направляете уже в нужное русло, например, в цель какую-то, но здесь мы ее не через действия направляем, а мы направляем ее через перепрограммирование себя, своего, собственно, подсознания. Соответственно, когда вы это уже отреагировали, третий этап, третий этап, когда мы все эти залежи уже проработали, достали, у вас, кстати, сразу же появляется энергия, у кого-то появляется чувство любви, то есть у вас компенсатор, то есть вы, когда проживали все эти эмоции, они же негативного характера, вас психика будет потом отбрасывать именно в состояние блаженства, любви, радости, вот после того, как прорабатывается злость, и, кстати, боль тоже еще, на следующий день, иногда некоторые, даже в течение месяца, просто ощущают супер яркое состояние блаженства. Ну, у всех индивидуально, кто-то в короткий период, кто-то в более длительный, все зависит непосредственно от человека, но, тем не менее, да, такое происходит. И следующее, это нужно уже выстроить систему взаимодействия с этой самой энергией, то есть она должна свободно сквозь вас проходить, не застревая, то есть мы должны прорабатывать эти блоки. С чем это связано? Система убеждений, то есть это уже когнитивная проработка, то есть работа с нашим менталом, и далее мы должны уже научиться ее чувствовать в режиме здесь и сейчас, то есть мы сразу должны ее опознавать и непосредственно сразу же проводить. Опять же, копить ее и потом через практики сливать, это тоже не выход. Нужно научиться говорить, как есть, сразу же тому человеку, который вызывает в вас злость. Ну или если это просто какая-то ситуация, то мы должны распознавать, чему нас учит эта ситуация. Ну и в первую очередь, конечно же, защищать свои собственные границы. Но защищать ее не с кулаками, да, когда сразу же берете битвы и начинаете лупасить этого самого нарушителя ваших границ, а конкретно четко по факту, по делу говорить. И не доводить это уже до ярости, да, когда гнев очень концентрированный, по факту, вот как есть, будьте добры, подвиньтесь, вы мне мешаете. Ой, а вы не могли бы сделать чуть-чуть потише музыку. Когда мы говорим вначале спокойно и это не перерастает уже в такую патологическую форму, это вполне нормально и вы научаетесь, да, переучиваетесь, говорить это сразу, сразу же проводить. Да, можно, например, это твердо делать. Например, если вы говорите, ой, пожалуйста, делайте музыку потише, скорее всего, вас даже и не услышат. Но если вы твердым тоном, таким, знаете, сигналищем, что вы человек, слово и действие, и другое это будет считывать, то вас услышат 99%. Уважаемый Иван Иванович, будьте добры, сделайте музыку потише. Вот, когда чувствуется твердость в голосе, да, и такой напор даже небольшой, и вы дальше можете регулировать. Иван Иванович, я просил сделать музыку потише, да, и вы уже чувствуете, здесь уже такая небольшая угроза. Ну, конечно, Иван Иванович, можно сказать, а то что, да. Но чаще всего люди это четко понимают. Они понимают, иногда даже можно не говорить, иногда можно демонстрировать, что вам это не нравится, и человек, как бы, если он, конечно, не идет, он уже считывает этот сигнал, и как-то подстраивается под него, понимая, что он вам причиняет неудобства. Ну, в общем, это тема, наверное, отдельного видео, но посыл понят, да, что это нужно научиться проводить. Ну, а если это патологическая форма, например, в каких ситуациях? У людей нарциссического склада, у людей психопатического склада, у психопатов, не путайте их с психами, то есть психи это те, у кого есть заболевания психиатрического характера, а психопаты это антисоциальное расстройство личности. Психопаты, как раз таки, склонны больше к взрывным эмоциям, да, они тоже в какой-то степени могут это сдерживать, а потом резко вспыхивать, то есть у них уже такая ярость, даже от малейшей ситуации, в том числе у нарциссов многих, то есть не путать патологию, здесь уже должна производиться другая работа, уже более серьезного характера. Но в любом случае и чрезмерное проявление гнева, и чрезмерное его подавление одинаково плохо. То есть здесь, как всегда, я люблю говорить, важен баланс, и наша задача этому балансу научиться. Ну, а если вы хотите это проработать, обращайтесь, друзья, у меня очень большой опыт работы с гневом, я его, естественно, и в себе прорабатывала, потому что у меня тоже была эта самая проблема, я его удерживала, ну и сейчас я успешно помогаю это проработать другим людям, поэтому обращайтесь, открыта запись на сеансы по скайпу, где мы с вами все эти ситуации можем решить достаточно короткие сроки. С вами, как всегда, была Ирина Гостева, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, напишите комментарии, я с вами не прощаюсь, до новых встреч!